Практически на 50% испытывают дефицит сырья сельхозтоваропроизводители Янбикши Казахского района. С этим и другими проблемными вопросами региона ознакомился Аким Алматинской области Марат Султангазиев во время рабочего визита. Что еще препятствует социально-экономическому развитию района и как будут решаться эти проблемы, расскажет моя коллега Айсулу Жандосова. В ходе рабочей поездки Аким области Марат Султангазиев не только ознакомился с продукцией крестьянских хозяйств и кооперативов, но и выслушал проблемные вопросы фермеров. Всего на встречу с главой региона собралось порядка 17 сельхозтоваропроизводителей. Многие из предпринимателей работают на перспективу. Среди предприимчивых бизнесменов и руководитель фирмы Би Куин. Молодой предприниматель объединил свыше 20 пчеловодов региона, а сладкая продукция выходит под одним брендом. Широкий ассортимент меда давно выставляется на казахстанском рынке. К слову, годовая мощность составляет более 15 тонн меда и его производных продуктов. Марат Султангазиев предложил создать единый план для дальнейшего развития этой отрасли. Когда через неделю где-то я приглашу, давайте какую-то областную программу делать по развитию именно этой отрасли. Встреча Марата Султангазиева с жителями началась с отчета Акима района Алтая-Досымбаева, согласно которому основные показатели экономического развития района показывают рост по всем сферам деятельности. Высокоразвита аграрная отрасль. Так, с начала года произведено 87 миллиардов тонн сельскохозяйственной продукции. При этом налоговые поступления уже превысили 19 миллиардов тенге. А показатель привлеченных инвестиций до конца года планируют довести до 65 миллиардов тенге. Кроме того, отмечается рост в малом и среднем бизнесе, а также в других отраслях. Социально-бытовые условия граждан района значительно улучшились. Повысилось и качество дорог. На ремонт свыше 20 километров дорог областного значения было выделено около 800 миллионов тенге. Работы полностью завершены. На 50 километров дорог районного значения выделили более 885 миллионов тенге. Завершение ожидается в октябре. Кроме того, подготовлена проектная документация на проведение среднего ремонта 133 километров дорог в 19 селах. Наряду с этим в Янбекши-Казахском районе немало проблемных вопросов. Это касается развития туризма, проведения газификации, проблемы мусорных полигонов и дефицита пастбищных угодий. Наряду с этим многие предприятия района испытывают острую нехватку сырья. Среди них Иссыкский плодово-ягодный консервный завод, способный переработать до 600 тонн томатов и 300 тонн фруктов в сутки. Соответствующее поручение главы области получили заместители Аким района и руководители управлений. Предприятие имеет собственную производственную базу, где на площади 800 гектаров выращивают яблоки, абрикосы и помидоры. Однако из-за дефицита сырья нагрузка на это предприятие составляет около 60%. Поэтому поручаю заместителю Акимовой области Дандобаеву, руководителю управления сельского хозяйства, совместно с Акимом района принять меры по обеспечению сырьем действующих перерабатывающих предприятий путем стимулирования сельхозтоваропроизводителя региона. К следующей весне необходимо будет провести эти подготовительные работы. Не менее актуальные проблемы были подняты и гражданскими активистами района. В первую очередь люди обеспокоены судьбой озера Иссы. После того, как водоем перешел в частные руки, на въезде был установлен шлагбаум. Также взымается плата за въезд на территорию озера. Однако никаких условий для посетителей там нет. А потому есть необходимость вернуть водоем в собственность государства, резюмировали неравнодушные граждане. Нужно вернуть озеро Иссы к государству. И пусть аварийные зоны также будут под его надзором. Необходимо возродить здесь туризм. Вы сказали, что на Кульсае он хорошо развит. А чем Иссы хуже Кульсае? Очень своевременный вопрос. То, о чем вы говорите, все правильно. Озеро Иссык должно быть в ведении государства. Вопрос будет взять на контроль. В ближайшее время сообщим о принятом решении. Однако дальнейшее развитие туризма на озере – это уже работа предпринимателей. Со своей стороны мы просто должны создать им условия. В свою очередь жители села Талдыбулак подняли проблемные вопросы, касающиеся строительства медучреждений и спортивных площадок. А жители села Тургень беспокоят отсутствие уличного освещения и тротуаров. Проходящая через населенный пункт дорога областного значения. Взрослые опасаются за жизнь и безопасность своих детей, путь в школу которых пролегает через опасную трассу. По обе стороны дороги нужны тротуары. Наши дети ходят в школу прямо по дороге. Это очень опасно. Просим вас этому способствовать. Спасибо большое. Алтай Машикович, ради безопасности детей и школьников давайте в первую очередь решим вопрос освещения и тротуара в селе, чтобы в следующий раз на встрече с населением эти вопросы не поднимались. Договорились? На встрече с Акимом около 20 жителям региона удалось напрямую донести свои чаяния до главы области. Большинство обращений касалось социальной сферы. Это и дефицит питьевой и поливной воды, и ветхость водопроводных сетей. Ни один вопрос не остался без ответа. Глава региона заверил, что каждая проблема будет решена. Соответствующие поручения уже получили руководители ответственных управлений и ведомств. А в завершение встречи состоялся личный прием участников республиканского проекта «Артспорт». Асилу Жандосова Алмат Хамид, Аблай Куттықбай, телеканал Жетісу, Енбекши, Казахский район.